Каждый уважающийся себя гонщик, наверное, хоть раз ветерком прокатался по просторам серии Horizon. Несмотря на то, что на геймпаде и так эта игруха чувствуется довольно-таки хорошо, но вот с рулем я вам скажу намного лучше. В этот раз мне довелось пощупать новый руль с обратной связью Trance Master T128, который, кстати, относится к категории дешевых. И я очень рад рассказать вам об этом устройстве, потому что такого контента крайне мал в последнее время. Сегодня поделюсь своими ощущениями о данном руле, о комплектации, ну и так далее. С вас, как обычно, лайк, подписка на канал и резко сворачиваем на рекламу. Все мы что-то всегда покупаем. Кто-то больше, кто-то меньше, но с картой Тинькофф Блэк делать покупки намного приятнее. Ведь благодаря ей можно заработать реальные рубли с каждой покупки. Кстати, если оформить карту с 3 по 16 апреля, то вы получите бесплатное обслуживание. У Тинькофф появилась новая космическая карта, и поскольку она космическая, выпускается она в лимитированном издании. Мне лично очень понравилось Космонавтам. Но помимо дизайна она примечательна тем, что благодаря ей доступен повышенный кэшбэк до 15% в 4 категориях из 7 предложенных, или до 15% в 3 категориях, или до 1% на все. И есть еще кэшбэк до 30% по спецпредложениям. Да и само пользование довольно приятное. Бесплатное снятие наличных в любом банкомате, если снимать больше 3000 рублей. Бесплатные переводы на карты других банков, и к тому же удобное приложение Мобильный Банк. И хочу отметить скорость и качество работы поддержки. Из незначительных минусов, которые я обнаружил, это кэшбэк округляется в меньшую сторону. Например, если вы потратили 100 рублей, то вернется 1 рубль. А если потратили 80, то не вернется ничего. Но это не касается покупок по спецпредложениям. Если вас заинтересовало предложение, то переходи по ссылке в описании, заполняй свои данные и заказывай карту Тинькофф Блэк с дизайном, который тебе понравился. И да, карту вам привезут совершенно бесплатно по всей России. Первым делом я хочу сказать, что я не заядлый гонщик. Я совершенно обычный игрок на Xbox, который просто любит иногда погонять Форзу. Поэтому какие-то супер-мега детальные сравнения с какими-то более дорогими рулями лучше посмотреть на других каналах. Я лично о руле расскажу с точки зрения, опять же, обычного пользователя и начну с комплектации. Вот, кстати, она встречает вот такая вот большая, прям реально большая коробочка. В комплекте у нас входят педали, конечно же, сам руль, посмотрите какой красавец, крепление для стола и провода для подключения. Тут их, кстати, довольно-таки много на первый взгляд. Да, вы могли здесь заметить блок питания, он здесь тоже нужен, поскольку руль, помимо того, что подключается к игровой платформе по USB, подключается еще и к розетке. Да. Также в комплекте есть кодик на подписочку Kempass Ultimate. Поэтому подписчики Boosty юзайте, кто первый активирует, того и код. Если вдруг подписка уже есть, не переживайте, она вам будет идти сверху вашей подписки. В общем, гоу, покажу, как это выглядит в сборном виде. Сам руль вращается из что до 900 градусов. Стоит он надежно, ощущается прочным и вроде как ничего не лифтит, не считается, что очень даже хорошо. На нем есть все основные кнопки, кроме аналогов, конечно, кстати, вот такие вот лепестки, да, для переключения передачи, они магнитные, что довольно-таки круто для бюджетного сегмента. Кстати, руль имеет вот такие вот разъемы и, на мой взгляд, они чутка неудобно расположены. Поскольку ты сначала подключаешь провода, потом ты уже ставишь руль и неудобно то, что если ты вдруг что-то забыл подключить, тебе придется его опять снимать, да подключать и опять ставить на место. Помимо всего, из такого, я бы сказал, новенького лично для меня это светодиоды. Несложно догадаться, что они нужны вам для того, чтобы подсказать, когда переключать передачу. Кстати, сразу такой момент, я играл в Форзу 7, играл в Форзу там Horizon 5, и вот почему-то в Форзе 7 этот индикатор не работал, а в Форзе Horizon 5 все было отлично. Сам руль довольно-таки красив, ничего лишнего, смотрится, я бы сказал, агрессивно красиво, но единственное, немножко жалко, что он не имеет ничего резинового или матового, то есть какое-нибудь покрытие для удобного держания. Чисто пластмассовая баранка, но тут опять же стоит понимать, что руль относится к бюджетному сегменту рулей с обратной связью. Но хочу отметить, что при том, что руль бюджетный, он помимо Иксбокса подключается еще и к ПК. Просто у меня уже был в использовании руль, который стоил даже дороже, и он имел совместимость только с консолью Иксбокс. В этом же случае, мне кажется, что совместимость еще с ПК, это реально положительный момент. Что касаемо педалей, то в целом они совершенно обычные, их всего две, тормоз и газ, без сцепления, прошу заметить. Также их, видимо, можно закрепить на специальный гоночный каркас, уж извините, я не знаю, как правильно это называется, но у него есть отверстие для крепления, мне кажется, и это именно для этого. Но я думаю, что вам интереснее узнать, каков весь этот комплект при игре, и давайте протестируем. Первое, что я заметил после нескольких гонок, это то, что со своей задачей он справляется более чем отлично. Обратная связь тут довольно-таки хороша. Ты чувствуешь и кочки, и заносы, и всю прочую тему, которая вообще может быть в гонках. Мне лично капец, как нравится играть в Форзу на таких устройствах, но единственное, лично мне приходится чутка напрягаться с этим, ибо руль и геймпад это совершенно разный опыт в гонках. И именно с рулем намного ярче и интереснее впечатление. Единственное, нужно его мега удобно расположить для того, чтобы быстро не устать от всего этого, потому что вам все-таки баранку крутить нужно будет. Что касаемо светодиодов, то они реально подсказывают, когда тебе нужно переключать передачу. Не знаю, как вам, но это все равно прикольно и реально помогает. Насколько я помню, на стриме меня спрашивали, а будет ли этот руль работать, к примеру, в том же Киберпанке. К сожалению, нет. Я пытался это проверить, но игра попросту не распознает его как геймпад. Поэтому покупать руль не для гонок, а для каких-нибудь таких игр, это такая себе идея, увы. Что было замечено еще? Руль мне показался довольно-таки шумным. Опять же, по большему счету, дело касается только кнопок при включении передач. Но можете в целом заценить полностью то, как он звучит. И играть на руле ночью с кем-то спящим в одной комнате будет точно проблематично. И что еще мне не особо зашло, так это размер педали. Сложилось впечатление, что они реально на них сэкономили и сделали довольно-таки маленькими. Да, у тебя пока не трутся ноги друг об друга, но хотелось бы, чтобы именно педаль газа и тормза находились чутка подальше друг от друга. Хотя бы чуть-чуть. Ибо если у вас лапа широкая, то думаю, что вам реально может вызвать этот дискомфорт. В остальном же, это довольно-таки клевый руль, который должен зайти любителям гонок. Напоминаю, что руль относится к категории дешевых рулей с обратной связью и со своей задачей повторюсь, что он справляется отлично. И если вдруг вы обожаете гонки, то в целом можно попробовать начать с этого руля. Кстати, в этом году выйдет Forza Motorsport 8 и, как мне кажется, если у вас будет какой-нибудь руль, это будет кстати. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр, ставь лайкусик, если ты тоже любишь погонять Форзочку. Конечно же, подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И большое спасибо еще раз за просмотр тебе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!